Если зуб слишком маленький, для того, чтобы его захватить. Анестезия и аналгезия крайне важны. Хотя бы необходимо знать основы общей анестезии. Аналгезия обязательно, потому что челюстно-лицевая область это очень болезненная область, и ее необходимо полностью блокировать. Блокирование происходит не только во время проведения самого лечения, о чем вам расскажет Наталья Валентиновна более подробно. А также аналгезия должна быть послеоперационная, для того, чтобы животное наибольшее, наиболее быстро восстанавливалось. Челюстная хирургия также необходима. Экстракция зубов, удаление зубов это челюстная хирургия. То есть стоматология включает в себя не только лечение эндодонгию и так далее. Полностью все, работа с головой, работа с шеей. И различные передовые технологии, которым необходимо подключаться уже после того, когда мы взяли некую основу и базу. Потому что многие ставят имплант, не зная о том, что это такое. Что это? Искусственный корень, который помещается в верхнюю или нижнюю шерсть. Но нам необходимо ждать 3-4 месяца, для того, чтобы понять, что имплант прижился, и только после этого уже ставить коронку, аббатмент и так далее. Просто так вонзить имплант невозможно. Это индивидуальная закупка одного или иного пациента. Потому что бывает определенный размер, определенная длина, ширина, диаметр. Если у кого-то есть импланты, которые лежат в замороженном ките в клинике, это очень богатая клиника. Имплантология – это не рутина. Имплантология бывает от одного в гору до пяти. Чаще, конечно, идет парадонтология, экстракция, эндодонтия. Это да, это рутина. Санация – это ежедневно, потому что это подготовка операционного поля, проведение торту или иной манипуляции. Скоматологические карты. Их большое количество. Их можно найти в открытых источниках. Также эти карты есть в НВСС. Вы можете запросить и получить в электронную почту ту или иную карту. Они приведены на русский язык. Карта собаки, причем собака взрослая и щенок. Карта кошки, хорька, кролика, шершилы, морской свинки. А вот крыса, мыши, хомяк объединены в одну карту. Потому что у них фактически все идентично. Если мы работаем с тигром, то мы берем карту кошек. Если мы работаем с хорьком, то именно хорька, и не кошку, и собаку, это не что-то среднее. Хорьк – это отдельный вид животного. Это исследование парадонтальным зонам. Инструментальное исследование. Одно из. После санации снятия зубных отложений. Верхний левый клыб. Парадонтальный зон стоит 5,90 градусов. В десне. К маргинальной десне. Потому что у меня есть несколько частей этой десны. Далее мы проникаем под десну различными, очень аккуратными движениями, не протыкая ее. Таким образом мы можем посмотреть, насколько глубоко поместился периодонтальный зон. Если более 3 мм, то ищите проблему. Особенно актуально просмотреть не со стороны губы, а именно со стороны неба. В первую очередь это акции, потому что у них большее количество проблем. Также парадонтальный зонт мы проходим между зубами. В данном случае P4. 108 зуб. Верхний, четвертый, правый, прямоляр. И первый маляр. Смотрим, какова глубина парадонтального кармана. И после уровня Леновского с ним мы также можем определить, насколько глубоко проник этот зонд и какова есть причина. Челюстно-лицевая анатомия и физиология ротовой полости. Мы проводили гистологическое исследование постоянных зубов, эмали, тентина, а также временных зубов у собак и у кошек. В данной ситуации участвовал котенок, где четко видна полная смена зубов за 2 недели. То есть, если у котенка происходит смена, то максимум это произойдет за 2 недели. Обратите, пожалуйста, внимание, что временные плыки по внешнему виду очень отличаются от постоянных плыка. И если вы видите ненормальную форму, не та, которая по правилам, это первый вариант задуматься, потому что у животных очень часто бывают ретинированные плыки, которые идут только на рентгеновском свинке. Очень опасно это со стороны верхней челюсти, потому что плык может оказаться в носовой полости, что может дать дальнейшее предположение о мимках заболеваниях болей, при выделении с носа и так далее. Это может быть обычный зуб. Патология ротовой полости изучается уже после того, как вы поняли физиологию ротовой полости. Знаете основы анатомии, потому что отклонение в ту или иную сторону дает вам ответы, как быть дальше и что необходимо лечить. Например, на данной картинке собака, здесь порода не важна, здесь видны нёбные валики, некоторые зубы, слизистая оболочка, собака, заметьте, интубирована. Если у вас по какой-то причине, ну по разным причинам, нет инваляционной анестезии, это нормально, то есть не каждый обязан это иметь, всегда интубируйте животных. Потому что, первое, приятнее интубировать розовое, чем синее животное. Пусть будет так, но интубационная трубка предотвращает попадание на руху приметов, слюны, слизи, воды, гной и так далее в дыхательной пути. Это защита животного. Ваша защита это маска. Маска, перчатки, шапка, халат. Защита животного это качественное обеспечивание, анестезианологезия и интубация. Так вот, у данной собаки есть все зубы. Они желтого цвета. Это опрашивание дентин. Называется это патология апплазия, то есть полное отсутствие эмали. Когда эмали отсутствует, дентин очень гористый. И он впитывает в себя все красащие вещества и опрашивается в любой другой цвет. Он может быть серым, но более часто идет желтого цвета. Такие зубы подлежат экстракции, потому что очень чувствительность высокая. И собак себя не очень хорошо чувствует. На данной фотографии четко видно перелом первого верхнечелюстного правого маляра. Вот эти два отверстия это остаточные корни от первого маляра. Такую патологию можно увидеть только в седации. Без седации мы можем увидеть, что какая-то часть зуба отсутствует. То есть такой зуб тоже подлежит экстракции. На данной фотографии 208-й зуб, это B4 верхний через левая сторона, с некой шишечкой. Это абсцесс. Если абсцесс вы видите со стороны больного зуба, то скоро он вздулится или уже вздулся под глазом. Если вы не можете понять, какой зуб больной, и у вас нет по какой-то причине рентгена именно в этот день, загляните в рот и проверьте вот это место. Пальцы, проведите пальцы, вы все равно увидите. Если шишечки нет, то при проводе пальцем вы увидите некое выделение крови. Крови, слизи, лепное, любого другого щитка. И вы найдете больной зуб. Потому что шишка под глазом, значит шишка уже здесь есть. То есть это как первая диагностика осмотра. Далее, четвертый примоляр, третий, вторая, части второго примоляра нет, части коронки нет или части корней нет. То есть это как визуальный осмотр, без рентгеновского исследования. И первый примоляр с двойной коронкой. Как двойная коронка называется? Сейчас задайте. Доктор Гиселин у нас, надеюсь, сегодня будет отвечать на все вопросы. Это кошка. Какой у нее диагноз? Коударенный стоматит. Воспаление слизистого лошки, это запущенный коударенный стоматит. Также кошка сразу после лечения, после длительно проведенной операции. И кошка через 3 недели. Почему? Что не всегда при коударенной стоматите необходимо удалять все зубы, что зубы не являются причиной коударенного стоматита, а причиной является мягкий суммонолет, который является провоцирующим фактором для возникновения подобных патологий. Генгивая стоматита это отдельная тема. Например, данная патология. Некая шишка. Что же здесь такого происходит? Может быть, это был какой-то абсцесс, травма, или аппекальный абсцесс от клыка. Началось воспаление. А нижний плык начал упираться в слизистую оболочку, тем самым провоцируя еще больше воспалений. То есть необходимо провести четкую диагностику помимо первого осмотра. И рентгеновский снимок. Это щенок. В зачатке еще первой маляр. Временных маляров не бывает. Бывают только они постоянно, вырастают один раз на всю жизнь. Но есть некое новообразование. У щенков он всегда можно подозревать анатону. Ультразвуковой скейлер волшебный прибор, который должен быть в каждой ветеринарной клинике, у каждого ветеринарного врача. И можно проводить абсолютно многие процедуры и операции. Необходимо только использовать определенный наконечник. Любая травма, диагностика в первую очередь нужны рентгеновские снимки. Обязательно, потому что помимо сломанного кулка может быть еще сломанный резец. Резактивное поражение зубов у собак. Контузия зуба. Огульсия. Это когда полное выпадение зуба. К инструментам оборудования обязательно необходимо отнести рентген, инструменты, стоматологическая машина и анестезиологическая машина. Либо определенный анестезиологический протокол, принятый в вашей лимике. Обезболивание крайне необходимо. Очень интересная фотография кошки-балдивки-трамадола. Местная анестезия, проводниковая анестезия, предназначена для блока того или иного зуба, того или иного квадранта. Она проводится по определенной технике и отрабатывается на практических занятиях. Также основа периодонтальной терапии для того, чтобы сохранить зубы. Не все нервы нужно удалять, а можно некоторые зубы сохранить при определенных условиях. Также челюстная хирургия при переломах челюстей, в преимуществе неинвазивная стабилизация переломов, которая предотвращает использование спиц, пластин, которые запрещены в области нижней челюсти используются кромка и композит для временных коронных мостов. Также используется специальная пластика твердого и мягкого неба при травматической расщелине твердого неба особенно у кошек прошутистов. Поэтому определенная препаровка той или иной области при сохранении артерий, нервных артерий, происходит очень быстрое заживление. Специализированные процедуры, как мы уже останавливались, это имплантология, это сложная хирургия, максимумандибулыэктомия, стабилизация фрактур, металлические коронки, чаще владельцы сейчас выбирают именно цирконевые коронки, потому что они более долговечные, металл со мнением мнется и имеет некие впадинки. и установка короны, причем необходимо сразу понимать, куда ее поставить имплант, чтобы коронка строго попадала между двумя зубами и никак на верхушку коронки, для того, чтобы не было травматической ее обольсти. Кролики с патологических припусом, отдельная история, какова норма, какова патология, что необходимо знать, где какой рентген находится. По кроликам идет действительно отдельная тема, ей посвящено несколько дней. Итак, уважаемые коллеги, добро пожаловать в удивительный мир ветеринарной спонтологии. Я сделала вам краткий обзор, что такое спонтология, о чем может пойти речь. Желаю вам хорошего просмотра. Материалы нашей конференции и в частности секции будут размещены на сайте регистрации. Для просмотра материалов вам необходимо иметь логин и пароль, которые вы получили при вашей регистрации. То есть у вас есть доступ и доступ неограниченный. Вы также сможете получить этот доступ и в следующем году тоже. Вход для видеосъемок запрещен. Фотографировать и снимать на видео не разрешено. В зале будут наблюдатели, которые будут это все дело контролировать. Потому что все материалы вы сможете посмотреть на сайте нашей конференции. Вопросы лектору по ходу лекции вы можете задавать в том случае, если он даст разрешение, для того, чтобы не отвлекать лектора от темы, для того, чтобы не сбивать возможности. Итак, сегодняшняя наша команда вспоминается я, Володина Мария Александровна Коршнева, Татьяна Владимировна, извините, Татьяна Владимировна, и Наталья Юлиотиловна Корбилова. Начинаем с Татьяны Владимировны Коршневой. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада, что вы сегодня решили провести свое время с нами. Еще раз представить, меня зовут Коршнева Татьяна Владимировна. Я практикующий ветеринарный врач. У меня свой ветеринарный кабинет, оснащенный под работу для ветеринарной стоматологии. Я хочу вам сказать, что на самом деле это все не так страшно. Так как я практикую в сельской местности, я веду и общий прием. И среди всех входящих почти каждое животное страдает стоматологическими патологиями. Поэтому, если вы считаете, что стоматология, а стоматология недалеки, вам не найти пациентов, и поэтому не стоит тратить деньги на обучение, вы ошибаетесь. Сейчас я вам попробую это доказать. Сегодня мы очень кратко поговорим о терминологии анатомии. Это просто необходимо. Анатомию вы все знаете, вы все учились. Просто немножечко вспомним. Терминология ветеринарной стоматологии, к сожалению, мы от этого уйти не можем. Для того, чтобы выиграть, могли общаться с более узкоспециализированными ветеринарными докторами и направлять им пациентов, чтобы он понимал, что именно вы хотите от него, вам придется немножечко вникнуть в мир стоматологии, так скажем. Мы разберем вам с вами, как выявить стоматологического пациента на нестоматологическом приеме. Я совсем недавно выкладывала кошечку, которая ко мне обратилась вообще не со стоматологической проблемой у нас в группе, да, и очень большую петицию написала, что стоматологического у меня. Ну и по ходу дела на конкретных клинических случаях я вам расскажу, как это все выглядит у нестоматологического пациента. Значит, немножко терминологии. Я... То есть у нас в группе очень много врачей, почти 3000 со всего земного шара. И есть такие специалисты, которые считают, что терминология это излишне, что нужно общаться по-простому. Нижняя челюсть, нижняя челюсть, клык-док-клык, П1-док-п1. Однако, все-таки для того, чтобы быть специалистами в своей области, нужно немножечко ориентироваться, чтобы вас понимали другие врачи, и вам будет легче воспринимать информацию от зарубежных коллег. Потому как в основном они используют именно вот эту терминологию. Если вы будете смотреть видео, читать книги, вам будет гораздо легче. Половина текста, собственно говоря, состоит из этих терминов. Значит, у нас есть нижняя челюсть, нижняя челюсть, верхняя челюсть, соответственно, они называются мантибула и максила. Все зубы, которые находятся на верхней челюсти, они все макселярные. Все зубы, которые находятся на нижней челюсти, они все мантибулярные. Но если вам больше нравится, пожалуйста, пусть они будут нижнечелюстными. Но нижнечелюстными, да, это долго. Просто мантибулярные зубы и все. Дальше. У нас есть на голове и отдельно на зубах направление и плоскости. Для того, чтобы описывать патологию и вести правильно стоматологическую карту, а ее нужно вести правильно, потому что, не дай бог, сейчас у нас владельцы очень любят разбирательство устраивать, да, она будет вашей защитой. Если она будет оформлена правильно, считайте, что уже половина дела выедана. Все, что у нас идет в голове, это визиальное направление. Все, что вперед. Все, что назад, это у нас цистальное направление. На зубах верхнечелюстных все, что находится со стороны нёба, и называется либо нёбной поверхностью, либо палатальной поверхностью. На нижней челюсти, соответственно, где у нас находится язык, это все лингвальная поверхность, ну, либо язычная. Все, что находится со стороны щек и губ, это вестибулярная поверхность, и, соответственно, на резцах это будет лобиальная поверхность, и на примолярах-молярах это будет букальная поверхность. Следующее направление на зубах. Все, что вы хотите описать по направлению к корню зуба, это будет опекальное направление. То есть апекс находится внутри челюсти у животного, не вот здесь, а вот здесь. Очень многие врачи путают апекс с верхушкой зуба. Верхушка зуба – это, ну, так скажем, кончик зуба, да, который мы видим на клинической коронке зуба. У нас существует клиническая коронка зуба и анатомическая коронка зуба. Они отличаются между собой. Анатомическая – она всегда постоянная, а клиническая – она может изменяться в зависимости от патологии. Цервикальное направление – направление в область шеи и зуба. Еще хотела сказать о том, что многие врачи, направляя ко мне пациентов, говорят, что вот у собачки справа коренной зуб проблемный, посмотри, пожалуйста. Вот здесь я начинаю записать немножечко, потому что я знаю, что у собаки все коренные зубы, о которых конкретно говорит врач, я понять не могу. Поэтому у нас и временные зубы, которые в народе называются молочными, и постоянные зубы, они все имеют корни. Поэтому все зубы коренные, не существует некоренных зубов. Следующий момент, который вам тоже пригодится для того, чтобы правильно описывать клинические случаи, перенаправлять пациента, пуском специалистом или разобраться самому, попытаться с пациентом, это вам нужно знать, хотя бы поверхностно, анатомию. То есть непосредственно сам зуб, клиническая коронка зуба, корень зуба. Клиническая коронка зуба покрыта эмалью. Дальше слой идет дентина, пульпа, где расположено сосудистое русло, лимфатические суды, нервы, каналы, по которым проходит инновация зубов. Десна, периодонтальная связка, периодонтальная щель и альвеолярные отростки. Цемент пульпа. Все вот это вот, это все единая система. Если у нас страдает весна, у нас обязательно будет поражен периодонт. Если у нас страдает весна, у нас будет поражен периодонт.